Чтобы контейнерная площадка не портила пейзаж. Мусорной реформе третий год, однако проблема с сортировкой бытовых отходов по-прежнему актуальна. Требования раздельного сбора мусора выполняют далеко не все. Маргарита Кирикович продолжит тему. Начиная с мая, лето очень напряженное, мусора увеличилось многократно. Сергей Суворов, рабочий мусоровозящий компанией МСКНТ. Его обязанность – загрузить содержимое голубых контейнеров, в которые жители должны складировать твердые бытовые отходы. Однако почти в каждом, помимо вторсырья, есть пакеты с обычным мусором. Это усложняет работу по вывозу и утилизации ТБО. Если сортируешь, значит бросай раздельно. Пластик, картон, стекло. Чтобы обращали внимание, потому что многие бросают пищевые отходы, пластик. Оно сыплется, сетка ведь не держит. Сыплется все через сетку и на голову, и потом убирать приходится. И самим жильцам неудобно подходить. То есть чистота начинается с каждого декабря? Конечно. Первые синие и серые баки появились в Серпухе в январе 2019-го. Параллельно с установкой специальных контейнеров во дворах проводилась разъяснительная работа о важности реализации мусорной реформы. Главная ее цель – с введением раздельного сбора мусора меньше захоранивать, больше перерабатывать. Не так быстро, как хотелось, решается. За это время полностью сформирован парк контейнеров для раздельного сбора, для сбора смешанных отходов, крупногабаритных отходов. Горской округ Серпухов обслуживают две синие машины для сбора раздельно собранных отходов и 18 мусоровозов для сбора смешанных отходов. Также в городе ежедневно работают три ломовоза. Усложняют работу МСКНТ и дачники. Вот пример. Деревня Гавшина. Проезжающие на машинах подбрасывают сельчанам результаты своих сельхозработ и ремонтов. Или другой пример. Осенняя 25. У дороги контейнерная площадка, украшают которую строительные отходы. Здесь удалось буквально за руку схватить нарушителей порядка. Несмотря на ежедневный сбор, вот ребята приезжают, фиксируют все это. Тут же все попадает в систему ГЛОНАСС. На следующий день приезжают вот рядом с площадкой несанкционированный навал отходов. Причем отходов, которые не относятся к ТКО. Потому что растительные остатки, поробочные остатки, строительные отходы. Это отходы, которые не входят в твердые коммунальные отходы. Это отходы, которые нужно вывозить, заказывая отдельно бункер. Частота начинается с каждого жителя и с выполнения каждым жителям правил складирования отходов на контейнерной площадке. Другая история улицы Глазовская. Михаил Борисович возмущается, что напротив его дома на площадку постоянно подъезжают неизвестные машины и выгружают крупные отходы. Приезжают разные машины и вываливают. А как я могу без полномочий что-то им сказать и предъявить? Только общими усилиями четкой работы регионального оператора, соблюдением графика вывоза, только от аккуратности и дисциплинированности жителей зависит, перестанут ли портить пейзаж своим внешним видом контейнерные площадки. Или же на каждую площадку устанавливать камеру видеонаблюдения и за нарушение штрафовать. По этому пути мы уже идем. Просим жителей, если вы раздельно собираете отходы, делайте это со всей ответственностью. Если не сортируете дома отходы, у нас существуют серые и синие баки. Пожалуйста, выбрасывайте свои смешанные отходы в серые баки. Не усложняйте работу специалистам в спецтехнике. Потому что синие баки, они сетчатые. Все вываливается на голову грузчика и водителям тоже помогает. А самое главное, усложняет сортировку. Давайте жить в чистом городе. Основные показатели реформы, стартовавшие в Подмосковье 2,5 года назад, определены паспортом нацпроекта «Экология». Например, на переработку к 2024 году должны отправлять 36% бытового мусора, а на сортировку 60%. Опыт других стран показывает, что это реально. Субтитры создавал DimaTorzok